Здравствуйте, друзья! Вы на канале Делимся опытом взаимно. Живу в Сибири, в Хакасии. И сегодня я решила вам снять такой короткий видеоролик о том, что нужно делать с томатами после того, как они начнут сходить. Вот как у них появятся вот такие петельки, и мы их все начинаем сортировать. Я из этого ящика все переставила вот в этот ящик. И поставлю я его под подсветку. Сейчас покажу, куда. Вот здесь они у меня будут стоять еще дня 2-3 под подсветкой. Для того, чтобы они не перетянулись. Потом я им поменяю место. Поставлю, конечно, я в прохладное место. Снижу температуру градусов до 18. Это будет подоконник или, возможно, мы уже откроем веранду. Ну, я что-нибудь обязательно придумаю. Вот эти же стаканчики я опять накрою крышкой и поставлю туда, где они у меня стояли. То есть на самом верху моих стеллажей. Друзья, смотрим каждый божий день свои петельки. Почему? Да потому что я вот вчера только вечером посмотрела, никаких петелек не было. Утром встала, проснулась сразу же к своим растениям. Потому что вчера им было 3 дня, сегодня уже им 4 дня. Я знаю, что в это время томаты наши должны всходить. И что я вижу? Вижу петельки. Срочно стала их убирать. Вот. И вас призываю, что каждый сорт нужно сажать в отдельную емкость. Вы уже видите, что все сорта сходят совершенно по-разному. Один сорт сходит через 3 дня, другой через 4 и так далее. Поэтому одни мы томаты должны уже открыть и поставить под подсветку. А другому сорту еще нужно стоять закрытыми. И поэтому, если не в отдельной стаканчике, то в отдельные какие-то емкости вы должны садить по сортам. Точно так же и с петуньей поступаем. Всходит она даже один сорт и разные сорта серии. Всходит по-разному. Одна расцветка уже взошла, ее нужно открыть. А другая должна быть закрытой. Поэтому все сажаем по сортам. И сейчас я вам покажу, какие же томаты взошли у нас первые. Первые взошли это гномы стринги. Дальше жаркая, так, сладкая жар птица. Дикий картофельный лист. Оранжевый крем. Полосатый этно. И козулы. Козулы все взошли, кроме еще 179. Вот 179 еще не взошла. И так же взошел у нас адонис. И совсем-совсем у меня осталось мало, которые еще не взошли. Я думаю, что сегодня я не прокараулю. Друзья, оставайтесь со мной на канале. Я вам обязательно буду показывать, как будут развиваться мои растения. В этом году, в этом сезоне я сажаю по правилам, по всем правилам первый раз. То есть буду применять не пикировку, перевалку. И обязательно посмотрю, лучше ли будут они себя чувствовать, чем они у меня росли раньше. Обязательно все вам покажу и расскажу. Ну, еще раз говорю, что сажаем все в разные емкости, наблюдаем каждый день за своими томатами. И тогда у нас все абсолютно получится. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok